так хорошее приобретение ребят хорошее и раз уж мы с вами здесь в этом поселении оказались это поселение зеленка давайте по нему немножко и проедем здесь 30 кругом это нам на руку поездим посмотрим будет длиться две минуты потому что домов здесь раз-два мчелся машина все mercedes daimler хорошая машина ну люди зажиточные еще живут все в домах как видите здесь многоэтажек то и нету сейчас я подумал куда он звучит то есть еще гостиница я питаю слабость когда вижу надпись beer garden надо так чудесно здесь сесть в тенечке взять пиво с друзьями посидеть выпить поболтать ну я не с друзьями сижу тут у меня друзей как бы особо то не разбежишься я сижу в основном с родственниками с дочерью с зятем и это всегда приятно здесь можно взять какие-то вкусные вкусности народ благожелательные народ не агрессивные не агрессивные не боятся лишнего выпить так видите вот он уже закончился сейчас какой-то церковный камушек стоит видите вот христос раскрист вернемся сюда еще раз кстати в германии чтобы вы знали вот такие покатушки просто от них рин делать да могут стать причиной и штрафа то есть ты не можешь просто покататься на машине вот так потихоньку ездя поглядывая да ну обычно это никто на это не обращает внимание но вот я говорю что если вы просто решили поездить да то вам это навряд ли удастся могут позвонить какой-то тип тут ездить что-то все снимает непонятно что он здесь ищет или разведывает ох как заросший какой данный да так я вижу что людки ага это то что я хотел мы подъехали к их площади это вот есть площади они собираются так олень так написано летки видите надпись летки он туда говорят поехали хотя у нас есть навигация ну тут более-менее знакомы мне уже места и поэтому вот дороги в Германии в отличие от номеров домов хорошо как немцы говорят ausgeschildert ausgeschildert то есть проставлены везде знаки чтобы заблудиться в Германии да это надо еще умудриться женщины правда извиняюсь но часто плутают у меня у друзей у моих не многочислят дочь она заблудилась и плача говорила маме по телефону я заблудилась хе 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 ну я говорю это невозможно так ну и вот мы сейчас с вами поедем видите вот мы проехали 200-300 метров два раза было указания льеткирк льеткирк вот опять льеткирк 6 километров Я думаю, ребята, стоило съездить туда-сюда, чтобы забрать этот чемодан. Чемодан чудесный для всех случаев, и для фотографирования, и для хранения чего-то вот такого, что может всегда понадобиться. Красивая дорога, лес. Вот мы с вами беремся 80, здесь 60. Страфы нам не нужны. Хонд-хе-хе. Собачьи дома. Хоф. Двор. Собачьи дворы. Как это? Ага. Так. Где-то здесь на холме стоит церковь автобанская. То есть дорожная церковь. А вон она, если вам видно, на самом высоком холме стоит эта церковь. То есть, если у тебя есть какие-то сомнения в плане, или нужно срочно тебе помолиться, ты можешь это сделать, свернув немножко. О, какой бычарой стоит, набучился главное так, или это корова? Эй, это корова, извините. Извините, корова, я тебя забыка принят. Так. Да, вы правы, говоря о том, что дороги чистые, ехать приятно, ехать очень приятно. У тебя никакой КамАЗ не обрызгает с ног до головы. Таутенхофен. Тоже нам прям лежит в городе Рыдки. Едим 50. Я не буду стоять посреди дороги весь в грязи. Я помню хорошо, я купил велосипед, помню, да, в спортивной, и поехал на работу. Так меня КамАЗ не только обдал всего, да еще и в кювет столкнул. Я вылез оттуда, проклиная все, и сказал, больше никогда. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Российские дороги для этого не приспособлены и российские водители. Он видел, ясцепедист, он знал, что произойдет, мог бы немножко сбросить скорость, но он не куда. Может быть, у него это действительно удовольствие ему доставило. Есть такие водители с садистскими наклонностями. Как правило, с какими-то дефектами в психике. Вот. Ну, вот и все, ребята. И вот опять показался этот замок на высоте. Обещаю, ребята, как только мы с вами немножечко от карантина отойдем тут, то есть все это откроется, пока закрыт он, то мы обязательно туда съездим. Ну, на этом я с вами прощаюсь, потому что оставшуюся дорогу вы уже знаете лучше меня. Хе-хе-хе. Всего вам доброго, друзья. Пока. Э, нет, ребята, еще не пока. Давайте мы с вами пройдем по центру нашего городка, потому что мне нужно зайти в ворочный магазин и купить там что-то похожее на мешковину. И посему мы с вами пройдем сейчас еще по центру. Я думаю, вам будет интересно. Мы уже ходили, тогда было дождливо и невзрачно. Сейчас должно быть все красиво. Продолжение следует...